Всем привет! В данном выпуске поделюсь с вами своими впечатлениями после просмотра фильма Последнее путешествие Диметра. Откуда у этого фильма растут ноги, я думаю, все прекрасно знают. О Дракуле Брэма Стокера слышали, наверное, все. Есть в этом произведении эпизод под названием Записки Капитана. На его основе, в общем-то, и сняли целый фильм. Если кратко, вдруг кто не в курсе, граф Дракула решил перебраться в Лондон, приобрел там имущество и отправился в путь на корабле Диметра. А пока плыл, уничтожил на борту всех пассажиров и команду. А само судно по итогу причалило к берегам Англии, как корабль-призрак. Произошедшее для людей осталось загадкой, и только прочитав дневник Капитана, мы могли узнать, что произошло на корабле. А в этой картине еще и увидим, и даже познакомимся с командой корабля. Главного героя истории зовут Клеменс. Очень умный мужик, закончил Кембридж, врач и неплохо разбирается в астрономии. Для того, чтобы попасть в Лондон, он пытается наняться на корабль любой. Его, конечно же, не берут, ибо считается, что врач и астроном на корабле не нужен. Но так складываются обстоятельства, что часть команды, поняв, что везут на Диметрии, решили сбежать. И это дает возможность Клеменсу попасть на корабль. Команда Диметра – это просто мужики, моряки, суровые такие. Внутренний мир их не раскрывают, знакомимся исключительно по касательной. Их не так много, персонажей всего человек 10. Несколько моряков, два помощника, судовой врач в лице главного героя, повар, внук капитана Тобби и еще одна безбилетница. Причем, какая-никакая история, есть только у капитана. Этот рейс был для него последним, он хотел построить дом и воспитать своего внука, чтобы тот не сгубил свою жизнь, став моряком. Очень иронично в данном фильме. И будет еще один персонаж, как и положено, предвестник беды. Ее Дракула захватил с собой для того, чтобы кормиться, пока он будет в пути. Однако Клеменс находит девушку, ее зовут Анна. Даже делает переливание крови, что может сильно возбудить тех, кто ищет во всех фильмах достоверности, особенно в хоррорах про разного рода тварей. И как раз девушка по большей части и расскажет, с чем команде придется столкнуться. Насколько я понял, именно ее пропажа и послужила причиной того, что тварь стала охотиться и убивать людей на корабле. В нагрузку будут и бурдалаки, которых Дракула обратил, но особого внимания на этом не заострят. Будут и будут, и все. Сам фильм раскачивается неспешно. Первую половину мы просто знакомимся с героями, привыкаем к обстановке, смотрим, как создатели фильма пытаются нагнать интригу, и уже во второй половине начинается экшен. Тоже довольно-таки неспешный. Здесь нет каких-то сложностей с повествованием, все просто. Вампир методично истребляет людей, а те пытаются сначала понять, что происходит, а потом уже спастись. И вот как раз в самой интриге и повествовании в целом как раз и кроется самый большой минус фильма. Я начну с минусов, если никто не против. Да даже если и против, не суть. Проблема в том, что итог этой истории уже известен. Причем не только тем, кто читал Стокера. Прямо в самом начале нам показывают выброшенный на берег корабль и сообщают, что в живых никого не осталось. Думаю, именно этот момент был лишним. Можно было придержать как-то факт до конца. Мне, например, не очень нравится читать или смотреть, или даже слушать истории, концовка которых мне уже известна. Особенно, когда ты знаешь, что умрут все. Нет какого-то переживания за героев, ты просто сидишь и смотришь, как они умирают. А в данном случае не просто как, да, вампир их убьет, а когда или в каком порядке. Тут ощутить какую-то интригу очень сложно. Фильм в какой-то момент может показаться просто скучным. Ну, первую половину уж точно. И еще один прям жирный минус – это поведение героев и эпизоды с убийствами. Это какой-то кошмар, если честно. Когда вампир нападает на жертву, такое ощущение, что вокруг них образуется вакуум. Да и сами персонажи начинают вести себя как-то крайне странно. Вместо того, чтобы кричать, позвать на помощь или просто спуститься быстро в трюм, персонаж, например, молчит и лезет на мачту. Куда и зачем – непонятно. Или, например, когда пытаются спасти мальчика, персонаж пытается через дыру повернуть ручку, вместо того, чтобы уже до конца вынести эту дверь. Даже то, что вампир легко прячется где-то на корабле, уже выглядит странно. И вот такие вот моментики – нет-нет, но присутствуют в фильме. Мелочь – да, но это немного сбивает с ритма. Однако я не ждал от данного фильма какого-то откровения. Никто не обещал мне шедевра и не устраивал позерства крича, что этот фильм перевернет представление и всю индустрию, поэтому все это не сильно мешало просмотру. В остальном – это нормальный обычный ужастик. Кто уже давно знаком с моим каналом, видели, что пару раз в сообществе я просил моих зрителей написать название фильма или книги, где сюжет был бы крайне простой и рассказывал о том, как какой-нибудь монстрила бегает за людьми и пытается их убить. Ну или они пытаются спастись. Без смысла, без нравственных страданий, без погружения в души абсолютно неинтересных мне людей. Просто ужастик. И самый большой плюс лично для меня в этом фильме в том, что он все это мне дает. И что не менее важно, здесь достаточно хорошая атмосфера. Мне нравится эта мрачность, замкнутость, звуковое сопровождение хорошее, шум моря, скрип корабля. И все-таки есть какой-то элемент ожидания. Единственное, во всей этой атмосфере есть нюанс – порой окружение не вывозит. И ты прям чувствуешь, что вокруг декорации не всегда, но в какие-то моменты это есть. И совсем немного, как я уже сказал, сбивает вот это вот самое погружение. И, конечно, само существо – Дракула, который и является виновником всей этой истории. Мне образ очень понравился, и в этом фильме он как раз тот, кем является. Он злобный, жестокий, безжалостный ублюдок, который, как правильно сказала девушка в фильме, лишь притворяется человеком, чтобы скрывать свою истинную сущность. Он тварь в образе человека, а не наоборот. Да и я бы не сказал, что он был тупым животным. Скорее, относился к людям как к корму, а отсюда и поведение. Он же не просто их убивал. Игрался, издевался. Мальчиком он даже не сразу убил, чтоб капитан помучился. Он вполне себе разумен. Но даже если подойти к истории того же Фордкопполы, то там он тоже, в общем-то, перебил всю команду. И явно не джентльменским способом. В общем, выглядит все очень круто. Взяли прям классическую, самую жуткую версию монстра. За это спасибо. Да, видно графон, но лично мне все равно нравится. Плюс здорово, что он не особо чурается покидать корабль, используя крылья. В кои-то веки они нужны не только для устрашающего вида. Так что с реконструкцией событий и образом Дракулы тут все окей, как по мне. Даже под конец мы видим, что и в образе человека Дракула не совсем красавчик. То есть, по сути, он все та же тварь, просто одежда скрывает его сущность. Она вся закрытая, шляпа огромная. В общем, зачетный образ. И самое главное, чувствуется его зловещая суть. То, что он осознает свое превосходство и даже издевается над персонажем, находясь рядом. Я бы с удовольствием, честно и дальше посмотрел фильм с участием именно такого Дракулы, именно в таком образе, без ванилии, именно вот как было у автора. Сам фильм, понятное дело, ничего не расширяет. Чего тут расширишь особо? Да и концовка довольно интересная. Только мне не дает покоя Клеменс, кем он в итоге стал. Уж не хотят ли сказать создатели, что это будущий Ван Хельсинг? Он прям так героически пообещал найти и убить вампира, что возникает ассоциация лишь с одним персонажем. По итогу фильм «Звезд с неба не хватает», много от него требовать не нужно. Это неплохой такой хороший хоррор с весьма неплохим монстриком на борту и хорошей атмосферой. Смотреть вполне можно. И на этом все. Обзор подходит к концу. Благодарю вас за просмотр. Если являетесь зрителем канала, не забывайте подписываться на Телеграм-канал, ВКонтакте. Есть даже аккаунт на Бусти, и он пока бесплатный. И буду благодарен, если подпишетесь на страничку в Дзене. Все ссылки будут в описании. Я буду заливать и туда все видео, которые есть. И, соответственно, буду рад любой вашей поддержке. С вами был Ярослав. Всем пока.